Здравствуйте. Я очень рад, что вы меня пригласили. Спасибо за приглашение. Спасибо за воду. Это очень важно. Я здесь в Петербурге не первый раз. Я здесь где-то давно учился. Я очень рад, всегда приезжаю. Мне здесь очень понравится и спасибо за приглашение. Но тема, к сожалению, у меня такая достаточно серьезная. Даже сам доклад тяжело было писать. Потому что единственное, то, что я здесь буду описывать эти теми, которыми я сам занимался в Чехии, создали Ческое криминологическое общество. В 2012 году в рамках этого общества тоже занимаемся вопросами требований, эксплуатации, я снимаю некоторые вопросы и так далее и так подобное. Я ищу репуты. По неделю я был в Йене, в штат-квартире ОБСЕ, где мы занимались такими темами тоже. Там очень серьезная конференция была на тему требований людьми. Я принялся показать некоторые книжки, как минимум одну я затронул в рамках своего доклада. Хочу сказать, что на глобальном рынке нелегальных услуг, живой товар, имею в виду людей, используют как вещь, на которой можно заработать. Но по какой-то причине в СМИ намного больше, в СМИ и в обществе намного больше обсуждается идея торговли наркотиками, оружием и так далее и так подобное. Но по данным, которые многие криминологи уже имели возможность изучать, деньги и масштаб проблемы, значит, деньги, которые можно заработать на торговли живым товаром, масштаб проблемы в некоторых случаях даже превысивает то, что мы наблюдаем в области наркотиков и в области оружия. Людей торгуют на рынках сексуальных услуг, эксплуатируют как рабов в рангах неподноволного труда. Это тема, которой я уже достаточно долго занимался. Именно когда я много лет назад приезжал в Петербург, я здесь писал дипломную работу на тему «Трогую людьми». Ну и сейчас Вене, на прошлой неделе была эта конференция, и там весь круглый стол и весь одна книжка была посвящена подневолновому труду и вообще эксплуатации людей. Но в дипломатических семьях дипломаты занимают для себя рабов, которые работают в их домах. Я был просто шопирован. Я знал, что некоторые дипломаты пользуются дипломатическим иммунитетом, используют это свое поражение и непрекосновенность тем, что это не всегда очень хорошо. Но чтобы эта серьезная организация стала за то, чтобы публиковать книжку на эту тему и устраивать весь круг листов на эту тему, я был просто шокирован. Значит, проблема серьезная, масштабная, надо этим заниматься. И, в принципе, касается всех, всех стран мира, и надо на это обращать внимание. Тоже принес книжку одну на тему, это единственное октябрежение у меня на русском языке, которая занимается этой темой. Здесь еще одна, которая посвящена прямо теме конференции на английском языке. Значит, действительно ситуация серьезная. Если мы говорим про детей, там к этому всему еще удивляется то, что детьми, кроме всего этого, торгуют как незаконное установление тоже для производства детской порнографии и так далее. В целом-то, возможностей как заработать на беззащитных очень много. Ведь, если мы говорим про оружие или наркотики, вы продаете преступная группировка или кто-то, кто с ними трогает, он продает их только один раз. Но человека, в том числе ребенка, можно продавать несколько раз в день. Особенно в сфере сексуальных услуг, таким образом заработали не только организмные преступные группировки, но даже и очень часто родители этих жертв. В Чехии, в принципе, совсем недавно был фиксирован несколько случаев, когда педофили предлагали, значит, деньги родителям за то, что будут использовать их детей для различных сексуальных мероприятий. Известный дело Виктора Стингла, который был осужден недавно совсем за насилование детей, это дело является очень известным, но очень важным, к сожалению, не единственным. Самой младшей жертвой этого населника было полтора месяца. Общественность действительно была шокирована, но, к сожалению, это действительно не единственный пример такого поведения. Тем более, на глобальном рынке сексуальных услуг, в принципе, везде существуют хорошо организованные группировки, которые занимаются тем, что торгуют, значит, детям. В 2011 году Европол получилась раскрыть сеть из 70 тысяч педофилов, которые действовали по всему миру, которые создали в Амстаграме сайт Boy Lover. Сайт действовал с 2000 по 2011 год. В целом, то, и жертвами этой сети преступных стало 230 детей. В целом, то, задержано было 170 человек. Разного происхождения, разные гражданства были граждане Великой Британии, Нидерландов, Австрии, Италии, Канады, Таиланда и так далее. Значит, другой мир действительно напоминает какой-то глобальный лагерь сексуального рабства. В отличие от советского блога, эти лагеря не находятся где-то в глухой сибирской таге, но прямо в центрах наших развитых метрополей и современного мира. Трагедия сама, ликвидация основных прав человека и ребенка происходит очень часто нам на глазах или очень близко с нами. Человек может часто и не заметить, что совсем рядом в соседной квартире эксплуатируют детей. Как я уже сказал, очень часто бывает, что детей эксплуатируют, продают их собственные родители. Таким образом проходят ужасы, которые нельзя описать, нельзя простить. И надо быть очень внимательным. Никогда можно и не стесняться и просто постучать на двери чужой квартиры. Если нам что-то не нравится, лучше посмотреть, что там творится. Конечно, это основная работа социальных работников. Но человек тоже должен как-то мыть открытые глаза и наблюдать, что происходит кругом. Потому что когда уже приезжает полиция, когда уже дело раскрывается, когда уже ребенок стал жертвой и даже несколько лет его использовали, это уже часто очень поздно. И в психике ребенка наступили процессы, безорадные процессы, которые уже обратно вернуть, очень-очень сложно. Я сам в лечебном году в Чехии встретил девушку. В это время я работал в приюте для женщин, которые стали жертвами принужденной проституции. Там встретили девушку, которая на нас обратилась с помощью. Мы с ней долго работали. И ее до этого, 9 лет до этого, на самом деле, это много лет назад произошло уже, ее собственная сестра, старшая, продала ее в сексуальное рабство. И таким образом, в принципе, она вышла из детдома. И сразу из этого детдома она ее продала в публичный дом в Германии, где она прожила в следующих 9 лет. И после этого она вернулась к нам в нашу организацию. Несколько лет позже я тоже принял участие на... При помощи одной женщине, которую продал ее собственный супруг в проституции. В результате, к сожалению, очень большому... Она была насилована несколько раз, конечно. И еще к этому, в результате этих насилований родился у нее сын. По понятным причинам, сын похож на насильника, которого она очень хорошо помнит, к сожалению. И она, конечно, старалась делать все возможное. Сын был тоже у нас в доме. И она делала все возможное, чтобы с сыном сложились нормальные отношения. Ведь ни сын, ни она в этом деле не виноваты. Насильник это где-то очень далеко уже. Но человеческая, людская психика, человеческая психика, они все выдерживают. И было им тяжело обоим. Время от времени получалось устраивать какие-то нормальные отношения. Но потом это возвращалось в какую-то тупиковую ситуацию. Им жить вместе было очень тяжело. И у ребенка, у которого нет опыта с жизнью в нормальной семье, нет у него опыта с нормальных отношениями, вся эта тяжелость, конечно, для них это было очень тяжело. И такому ребенку потом очень тяжело жить в нормальном обществе, найти сам себя. Это получается только самым сильным и таких, к очень большему сожалению, не много. Значит, гэпилотов здесь ожидать не следует. Тоже, кроме всего этого, что я описывал, конечно, не все темы, которые включены в тему нашей работы, в нашей конференции, и темы, в которых я на этом занимался. Нельзя здесь вместе в один короткий реферат. Тем более, что я так понял, что я последний барьер между обедом. Значит, я здесь не хочу как-то провансировать. И, в общем, вашему сожалению Европе, президент, фиксированный случай, когда детей проведут принуждение установления, вот такие вещи, которые фиксируются в Порше, даже в Саморской области недавно совсем фиксировали. Такой случай. И так далее, и так подобное. Бывают случаи, когда детей проведут прямо с роддома. Говорят матери, что ребенок погиб, и его продают, семьи, которые готовы заплатить очень много денег. Организация по безопасности сотрудничества Европы, с которой я эту тему очень часто обсуждаю, говорят, что не существует ни одного государства, в мире которого, в котором детьми, людьми, не касается. Некоторые страны делают вычтых, это не касается. У нас тоже в этом плане, к сожалению, большему не сказка. Но, просто касается этого всех. И с примером, из разных стран можно было бы, конечно, продолжать. Но фиксировать, тем более, раскрывать такие дела, очень сложно. Трегуя людьми в целом, тем более, трегуя детьми, их эксплуатация в частных квартирах, их собственными родителями или близкими, родными, что очень часто, очень большим, к сожалению, происходит. Это скрытая, латентная, криминальная деятельность. Фактов его фактического выявления очень мало. Значит, официальная статистика в этом деле является, на самом деле, путем уничтожения действительности. Вы можете посмотреть на официальную статистику Чешского Министерства Внутренних Дел, которая в 2001 году фиксировала СЭР, в 2002 году ездить, в 2003 году – 21, в 2004 году – 55 дел по коммерческому сексуальной эксплуатации детей. Но такой разброс, это, конечно, реальность, не может в никаком случае отражаться. Так их делать, конечно, намного больше таких примеров, очень большим, к сожалению, намного больше. В первую очередь, и это, конечно, работа всех нас, необходимо дать информацию у подростков, родителям, в том, что существуют. Угрозы существуют, методы борьбовки существуют, существуют детьми, потому что, если я, например, с некоторыми детьми говорю, они, вот, пример, в городе Пельзен, на западе Чехии, я разговариваю с детьми, и дети знают, что такое дезаморфин карпадьо, наркотика, которая где-то там в Китае возникла. Они знают, через интернет нашли, потому что это им интересно наркотики искать, да? Я вас шевеляю, наши дети знают, кто их депрошит. Знают про оружие, какие оружие, где можно купить, но что существует вообще торговая людьми, что такой быт криминального деятельности существует, и что они именно могут стать жертвой, они этого просто не знают. Значит, надо их предупреждать, что такое вообще существует, что это очень опасно, что они подают в группу иск. Значит, если человек вооруженный информацией, то риск, что он станет с жертвой, намного меньше. В любом случае, очень большему сожалению, сотни тысяч детских судеб карачатся ежегодно. Никакая статистика никогда не может показать настоящую картину происходящей вокруг нас трагедии. Никакая анализ не может дать ответы на самые главные вопросы. Мы же говорим о преступлении против самому незасвященному слою населения. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...